Власти Иордании предоставили детям сирийских беженцев возможность продолжить обучение. В лагере Заатари недавно открылась новая школа. По данным ООН, здесь проживает от 30 до 40 тысяч сирийцев, бежавших от конфликта в своей стране. Половина из них – дети. Впрочем, назвать это образовательное учреждение полноценной школой всё же сложно. В реальности это несколько палаток в пустыне, которые остро нуждаются в классном оборудовании. Однако многим детям эта школа в какой-то мере даёт ощущение, что нормальная жизнь начинает восстанавливаться. «Они очень позитивно настроены и очень активны. Они задают много вопросов. Они хотят знать, когда им выдадут учебники и когда зададут домашнее задание. Они полны энтузиазма». За несколько недель в школу записалось более трёх тысяч детей. Из-за нехватки пространства девочки приходят на занятия утром, а мальчики – после обеда. Большинство сирийских беженцев живут за пределами лагерей, и у многих нет возможности отдавать своих детей в школу. Хотя власти Иордании призвали местные образовательные учреждения принимать в классы детей-беженцев, вместить всех возможности нет. Абдель Азес говорит, что его дети уже долгое время не посещают уроки. Во всех школах, куда он обратился, сказали, что мест нет. Теперь он пытается обеспечить им домашнее обучение, но соглашается, что этого недостаточно. «Я надеюсь, что однажды мой сын станет врачом, моя дочь адвокатом и мои близнецы инженерами. Но если такая ситуация будет продолжаться, то мои дети потеряют своё будущее». Абдель также говорит, что его надежда однажды вернуться в Сирию тает так же быстро, как и мечта о хорошей карьере для своих детей.